Вы в курсе, что в Сочи не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом? Это не единственная на сегодняшний день хорошая новость, которой могут поделиться сочинские медики. Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Итак, за этот год в медучреждениях города проведены десятки уникальных операций, в том числе сосудистых и симультанных, то есть двух одновременно. А вот с помощью сонной эластографии местные специалисты определяют наличие злокачественной опухоли у пациента без пункции. Такое возможно только в Первой, Краевой и Адлерской городской больницах. Итоги работы сочинского здравоохранения за 2016 год мы сегодня подведем с начальником управления здравоохранения администрации города Сочи Мариной Вартазарян. Здравствуйте, Марина Августовна. Добрый день. Конец года ознаменовался прививочной кампанией против гриппа. Как вы оцените ее ход? И удалось ли охватить запланированную аудиторию? Очень своевременные вопросы правильны, потому что на момент наступления зимнего сезона, конечно, нет ничего более актуального, чем защитить наше население, самого себя от возможного заболевания гриппом. Как известно, гриппом можно заболеть в любом абсолютно месте, и никто не может быть застрахован от того, чтобы не поймать этот вирус в окружающей обстановке, в магазине, в лифте, в автобусе и так далее. Поэтому, конечно, лучший способ профилактики – это вакцинная профилактика. Мы планировали охватить 40% нашего населения, это больше 200 тысяч, мы так и сделали. Мы все это выполнили, но если кто-то еще хочет прививаться, пока есть время, до 15 декабря еще можно это сделать, хотя в северных, да даже не таких северных районах нашей страны, а рядом с нами в средней полосе, это уже поздно. То есть у нас пока не зарегистрировано ни одного случая, поэтому еще время есть. В этом году наша телекомпания снимала несколько сюжетов про высокотехнологичные операции. Есть ли такие, которые в этом году сочинские врачи выполнили впервые? Ну, я должна, конечно, с удовлетворением отметить, что главный врач нашей 4-й городской больницы, являющийся главным хирургом Краснодарского края, главным специалистом по скорой помощи Южного федерального округа, он не стоит на месте и внедряет со своей стороны очень много новых технологий. И он является не только главным врачом для своих врачей, но и профессором. И если вы были на операциях и видели все это, то вы подтвердите мои слова, что человек общается с ними, со своими подчиненными, не только как с подчиненными, но как со своими учениками. То есть он их пестует и растит. И в этой, конечно, связи желание нашего министерства, желание нас как муниципального органа управления здравоохранением и, конечно, 4-й городской больницы иметь возможность осуществлять вот эту самую высокотехнологичную помощь. Здесь все это удачно совпало. И с 2015 года мы порядка 900 квот ежегодно можем оказывать это лечение нашим городским пациентам, нашим жителям. И что это значит такое слово высокотехнологичная помощь? Не буду вдаваться, я, конечно, ни в какие медицинские подробности и нашу терминологию. И просто скажу, что есть операции, которые не являются широко распространенными. Слава Богу, эти заболевания встречаются гораздо реже, чем обычные рутинные заболевания. И для того, чтобы вылечить эти заболевания, необходимо особое оборудование и необходимы особые кадры, которые на этом оборудовании умеют работать. Все эти составляющие есть в нашей 4-й больнице. В программе обязательного медицинского страхования есть теперь такой раздел, как высокотехнологичная помощь. Именно вот такую высокотехнологичную помощь в программе ОМС и может оказывать наша больница. Это касается и отделения офтальмологии, и нейрохирургии. Это операции при опухолях головного и спинного мозга. Необыкновенное нейронавигационное оборудование у нас есть. Это операции на реконструктивной операции на внутренних органах. Тоже очень интересные и очень актуальны. Это, естественно, ангиография, кардиоваскулярные операции и так далее. Все это до недавнего времени было абсолютно недоступно нашим жителям. И не замечать этого, но это просто абсолютно неправильно. И не говорить про это тоже неправильно. Поэтому я очень этим горжусь и очень рада всегда про это сказать, потому что это на самом деле достижение сучинского здравоохранения, которое однозначно идет на пользу нашим жителям. Потому что за всем этим совершенно недавно все ездили в Краснодар. И все же остались ли еще медицинские услуги, за которыми нужно ехать в Краснодар? Конечно, но это не значит, что у нас хуже или лучше. Вся система здравоохранения во всем мире построена так, чтобы это было экономически целесообразно. И еще раз повторяю о том, что более редко встречающиеся заболевания, более редко встречающиеся методы лечения для этих заболеваний, не такие распространенные, как обычные рутинные методы лечения повсеместно в любой больнице, практически во всем мире, это все одинаково. Они совершенно отличаются друг от друга, вот эти маленькие операции при обычных заболеваниях. И эти необыкновенные операции при очень сложных операциях. Хотя, конечно, для людей все равно абсолютно ему нужно получить этому человеку конкретную, качественную медицинскую помощь, которая вернет ему здоровье или даже спасет ему жизнь. Но, тем не менее, медицина настроена так, чтобы экономически целесообразно для государства тратить деньги. Для высокотехнологичной помощи подчас нужны необыкновенные лекарственные средства, одни которые могут стоить миллионы, необыкновенные расходные материалы и необыкновенное оборудование. Поэтому есть такой вид высокотехнологичной помощи, который оказывается в единичных учреждениях здравоохранения в каждой стране. Вот в единичных. И в нашей стране, и в Америке все это делается одинаково. Не могут люди получить совершенно необыкновенную помощь, находясь у себя в деревне, в районной больнице. Потому что это и не надо делать. Нет смысла на каждый ФАП поставить МРТ или КТ. Ну, вы понимаете. Да, нельзя не согласиться. Летом было немало нареканий в адрес работы скорой помощи. Ситуацию брал на контроль глава города. Как удалось решить эту проблему? Ну, ситуация с нашей скорой помощью каждое лето, если быть честным и откровенным, каждое лето у нас обостряется очень сильно. Именно потому, что количество приезжающих к нам сюда на отдых людей, оно подчас является необыкновенно большим. И там, где мы радуемся и тому, что данная тема принесет новые наши доходы и сделает наш город знаменитым и привлекательным, за этой всей стороной вопроса есть оборотная сторона, а там, где работают медики. К сожалению, все приезжающие сюда люди могут заболеть, что они и делают. Любой из них может вызвать скорую помощь, что он и делает. И наплыв этих вызовов возрастает в 3-4-5 раз. Поэтому, конечно, невозможно не учитывать этот момент, когда мы говорим о работе скорой помощи в высокие сезоны. Одно дело, когда у тебя в бригаде 10 или 7 вызовов в смену, и другое дело, когда количество их составляет 35. Это совершенно разная работа по интенсивности. Если не увеличивать количество бригад, не увеличивать количество работающих в данный момент времени, конкретный, на самой станции скорой помощи, решить вопрос никак невозможно. Поэтому мы решаем этот вопрос всегда одинаково. Мы привлекаем сотрудников с других территорий. Это и наши краевые, и инокраевые товарищи. У нас в этот раз было 47 помощников таких из края, с разных территорий. И порядка 12-15 из разных краев, областей нашей страны. Буквально недавно произошел случай, связанный с жалобой пациентов. Случай этот активно и бурно сегодня обсуждает медицинская общественность. Дело было в Башкирии. Там недовольная пациентка выложила в интернет целый пост о некомпетенции определенного врача, за что и поплатилась, причем по закону. Наверняка вы слышали об этом случае. Как его прокомментируете? Ну да, это, конечно, в общем-то, едва ли не первый случай, когда за свой пост в интернете человек ответил. Потому что было легко доказано, что врач совершил все манипуляции согласно стандарту оказания медицинской помощи. А женщина просто не знала, что гнойная рана, с которой она обратилась, а в данном случае у нее была рана на ноге, не зашивается в момент первичного осмотра, а она специальным образом лечится, и это называется заживление вторичным натяжением. Поэтому она, решив, что она прекрасно разбирается в медицине, сфотографировала свою рану и выставила это в интернете, и объяснила, вы мягко очень выразились, но она выразилась гораздо жуще. Что она думает про этого врача? Врач очень легко доказал, что он был прав, и женщину на самом деле признали виновной в этом. Поэтому, конечно, я призываю всех, во-первых, к цивилизованному общению, во-вторых, помнить о том, что за все слова, будь они клеветнические или будь они просто от эмоций, часто бывает и так, из моего личного опыта я могу сказать, общаясь с людьми, которые написали жалобы в те или иные инстанции, или, может быть, не жалобы, а обращения, или вопросы какие-то, я вдруг начинаю понимать, что все это было сделано в сердцах, в огневе, в каких-то отрицательных эмоциях. А если бы человек чуть-чуть подумал, он бы понял, что он не должен этого делать, и это очень сложный путь, а гораздо легче обратиться в свою же поликлинику или больницу к человеку, которому должно заниматься этим вопросом, начиная с заведующего отделения и заканчивая главным врачом. Да, решать вопрос на месте. Решать вопрос на месте всегда положено так, потому что все организаторы здравоохранения получают свою заработную плату именно за то, что они организуют это здравоохранение во веренных им учреждениях. И никто другой за это отвечать не может так сильно, как за это отвечает главный врач. Практически вся ответственность за структуру, за организацию, за функционирование абсолютно всех структур больницы лежит, конечно, на главном враче. Как бы то ни было, помимо золотых рук, у врача должно быть золотое сердце. Для пациента это действительно очень важно. Ну а самим же сочинским врачам сегодня, наверное, как никогда раньше в работе помогает современнейшее оборудование. Действительно ли оно у нас круче, чем в Швейцарии? Сегодня так говорят. И почему-то уровень здравоохранения принято сравнивать с этой стороной. Ну видите, тут тоже есть такой момент. Наши пациенты, они с одной стороны видят это все оборудование, с другой стороны, они почему-то считают, что это оборудование им недоступно. Находясь в плену своих идей, в плену своих, ну очень много у нас таких, к сожалению, иллюзий, когда лечебным процессом или диагностическим процессом для каждого конкретного человека управляет соседка или родственница, или кто-то еще, а вот тебе надо пойти сделать это. И вот тут начинается недопонимание. Давайте мне срочно, я мне надо. Мне надо сделать МРТ, некоторые говорят, всего тела. Мне срочно это надо. Не понимая, что на каждый метод исследования, точно так же, как и на любой метод лечения, есть свои показания, и ими должен руководствоваться врач при назначении. Есть и свои противопоказания. И этого тоже нельзя не понимать и не знать. Если говорить об уровне всего оборудования, то, конечно, на голову выше, чем в очень многих городах нашей страны. Мы точно стоим на одной ступени с Москвой и Санкт-Петербургом. Если мы, может быть, еще не дотягиваем в каких-то параметрах, как бы хотелось, приезжим сюда нашим гостям, которые сравнивают где-то что-то со своим городом, ну, я иногда вот сомневаюсь в том, что это так. Мне кажется, что некое лукавство в этом во всем где-то есть, потому что, наверное, человек привык к своему, потому что это своя родная поликлиника, он там всех знает, и поэтому у него нет никаких проблем абсолютно. Здесь он приходит в поликлинику гораздо более лучшую, но там чужие люди, его никто не знает. И вот этот эффект, а он не может понять, что это не в том дело, что хуже или лучше. Просто это немножко чужая обстановка. А люди наши сразу склонны рубить с плеча, объяснить, что это все никуда не годится. Ну, если у нас не годится, для Олимпиады это прекрасно все годилось, и все же тоже надо вспомнить, что было это оценено и нашим Министерством здравоохранения Российской Федерации, и президентом, как очень высокий уровень. И ведь это же было на самом деле, никто этого не может сейчас отрицать, потому что это было. И были те же самые врачи. Вот врачи, которых мы набрали на момент подготовки к проведению Олимпиады, они очень многие здесь у нас остались. И опять же начинают, когда говорить мне люди, которые к нам приезжают в гости, что вот ваши сочинские врачи никуда не годятся. Когда я говорю, вот, пожалуйста, вот этот врач у нас из Кемерово, а этот приехал из Перми, а этот приехал из Санкт-Петербурга, а вот этот врач из Москвы. Значит, пока они были там, они были хорошие, а сейчас они приехали в Сочи, они сразу же стали плохими. То есть действуют абсолютные стереотипы. Люди не хотят из этих стереотипов выходить. И зачастую с этого начинаются всякие вот эти вот конфликты или инсинуации. Опять призываю всех спокойно, если у вас есть вопрос, надо этот вопрос задать человеку, который является должностным лицом, а не в регистратуру кому-то. Потому что вот иногда я же тоже очень внимательно читаю все посты. обида, что меня не принял хирург. Начинаю выяснять, как это было. Человек подошел к окошку регистратуры и спросил, а может меня принять хирург? А девушка-регистратор, не понимая, но она же регистратор, она не видит его ногу, она не понимает, что он болен и так далее. Она говорит, хирург у нас принимает в четверг, я вас могу записать на 2 часа. Нет, мне не надо. Вот хирург его не... Понимаете, а если бы он сказал, что у меня острая боль, я только что упал, пожалуйста, она бы сказала, поднимайтесь на второй этаж, или вот у нас на первом этаже... Да, недопонимание тоже, конечно. Налево за углом кабинет хирурга. Поэтому вот с этого все начинается. Хотя я и не говорю, что у нас есть абсолютное понимание со стороны медицинских работников. Конечно, нет. Есть и такие медицинские работники, с которых начинаются всякие проблемы, безусловно. Но надо общаться и надо учиться друг другу. У нас этот проект повышения пациента ориентированности, мы его не бросили, мы его продолжаем реализовывать. Мы сейчас делаем новые регистратуры, абсолютно новые. Надеюсь, в следующем году мы их запустим. Вы увидите, это будет первая поликлиника и вторая поликлиника. Они у нас вот пойдут первыми, а дальше посмотрим, как получится. Совершенно новая концепция. Ну, сейчас вот я закончу свою мысль, о чем я хотела сказать. И иногда, думаю о том, что неплохо было бы каждому из нас задуматься о том, насколько он сам добр, насколько он сам ориентирован к людям. Является ли он человеком, который проповедует настоящие принципы взаимоуважения. И тогда, может быть, по-другому заиграет мир другими красками. И поликлиника не будет казаться местом, где человек заранее себе представляет, сидят какие-то люди свои корыстные, которые занимаются только своими интересами и так далее. Я уверяю, что наши медицинские работники вовсе не такие. И если бы эти люди были абсолютно свои корыстными, они бы, наверное, там уже не работали. Ну, я думаю, фразу «будьте взаимовежливы на дорогах, которые адресуют водителям, можно применять по жизни». Естественно, да. Причем везде. Не только в учреждениях здравоохранения, но и везде. А теперь ваш вопрос о регистратуре. Да, что новое. Регистратура для того, чтобы получить эффект вот такого маршрутизации пациентов, будет делиться по функционалу. Те же самые регистраторы. Один будет регистратором на заполнение компьютерных форм необходимых для того, чтобы дальше происходил прием. Она же будет отвечать за подготовку амбулаторных карт для того, чтобы больной уже не приходил в поликлинику по десяти кабинетам, прежде чем зайти в кабинет врача. Сначала пойдет в регистратуру, там сказали, карты вашей нет. Идите, ваша карта в прививочном, пошел в прививочный и так далее. Ну, знаете, это очень всех нервирует. И надо с этим просто все абсолютно систематизировать и завести новый алгоритм. Хотя и сейчас у нас так не положено, чтобы кто-то сам ходил. Но иногда человеческий фактор работает именно так. И таким образом, выделив отдельную единицу на это дело, мы разгружаем полностью эту историю и готовим полностью все документы для врача. И нашего пациента не гоняем никуда. Вторая регистратор стоит перед регистратурой. Это может быть импровизированная тумба, или это будет просто какой-то офисный стол и так далее. Она будет работать именно на маршрутизации. Она будет спрашивать, куда вам? Вам на диспансеризацию, пожалуйста, пройдите в отделение профилактики. Вам, пожалуйста, смотровой кабинет. Таким образом, какая-то часть приходящих, только зашедших в дверь и не подошедших даже еще к регистратуре, они могут быть уже перенаправлены в другую сторону. И, наконец, будет регистратор, который сидит на телефоне и разговаривает только по телефону, принимает вызовы, разговаривает о каких-то вопросах, отвечает на вопросы и так далее. Сейчас все эти функции вместе выполняют 3-4 регистратора, сидящие в каждом, у каждого есть свое окошко. Сейчас мы попытаемся и сделаем это не только выделив по функционалу, но выделим это все визуально. Посмотрим, как это получится. Замечательная идея. Мне кажется, картина изменится кардинально. И все же будут ли еще модернизироваться, ремонтироваться учреждения здравоохранения? Опять-таки в интернете бурно обсуждают вторую горбольницу, что пора бы, дескать, перевезти оттуда больных, и в частности из отделения хирургии и гинекологии. Ну, я должна сказать, что не все за то, чтобы перевезти их оттуда. Хотя преамбула такова, что, наверное, все должны понимать, что здание, которое изначально строилось как санаторий, никак не может рассматриваться подходящим для современного учреждения здравоохранения. Я уже упоминала сегодня о специальной вентиляционной системе, о так называемых ламинарных потоках, которые обеспечивают подачу совершенно стерильного воздуха в операционный. Но, естественно, в условиях бывшего санатория сделать это практически невозможно вообще. Невозможно сделать настоящие, такие, как положено, реанимационные залы. Невозможно сделать эти операционные. Невозможно, в конце концов, сделать даже палаты, соответствующие СанПину. Потому что, по сути, это все равно гостиничные номера. Санаторные, бывшие санаторные гостиничные номера. Вот, наверное, такова преамбула. Ну, а дальше развиваются события по-разному. И в том же самом интернете некоторые говорят, да, надо срочно переводить. Некоторые говорят, нет, не надо переводить. Ну, а на самом деле, почему мы до сих пор не перевели? Потому что мы ждем ввода нового перинатального центра, вы знаете, в начале следующего года. И тогда мы сможем перевести гинекологическое отделение. А в Кудайпстии планируется открытие вытрезвителя? Будет ли он относиться к вашему управлению? К медицине не может относиться вытрезвитель. Потому что существующая сегодня база федеральных нормативных документов нам это запрещает. Мы все, во-первых, находимся в системе оплаты через обязательное медицинское страхование. Других доходов у нас никаких нет. Больницы получают деньги только за пролеченных больных в системе ОМС. К сожалению или к радости в системе ОМС такой услуги, как вытрезвление, нет. Поэтому в наших учреждениях ни при каких условиях вытрезвление быть не может. Другое дело, когда человек в состоянии опьянения получил травму или заболел. Вот, например, у него поднялось давление, у него случился инсульт. Он потерял возможность не только ориентироваться в пространстве из-за того, что он пьян, но и из-за того, что он болен. Вот такие люди всегда будут лечиться в наших учреждениях. Независимо от того, в наркотическом он опьянении находится или в алкогольном, но если он болен, если у него есть медицинские показания, он обязательно будет лечиться, будет находиться в нашей реанимации. И может быть еще состояние, которое, к сожалению, иногда, которым иногда заканчивается алкогольное опьянение, это выраженная алкогольная интоксикация, доходящая до отравления. Вот тогда это тоже, конечно, дело медицинское. Ну, подрезвителем занимаются общественные организации, насколько мы знаем. Мы занимаемся только больными, находящимися в том числе и, возможно, в таком состоянии. В Сочи пытаются решить проблемы и вопросы как с алкозависимыми, так и с наркоманами. Поэтому сегодня пристальное внимание уделяется, как ни странно, руководителям аптек, где свободно и без рецепта можно приобрести лекарственные препараты с наркотическим воздействием. Так, для информации, число сочинцев, употребляющих аптечный наркотик, составляет 20% от общего числа наркоманов. То есть в какой-то степени этому росту числа наркоманов способствуют и фармацевты. Так вот, скажите, есть ли результат, проводимых в эти дни на курорте, мониторингов и пикетов у аптек, где торгуют смертью? Ну, наверное, я начну немножко все же с медицинского аспекта. Да, если позволите, я скажу, что, конечно, строго говоря, эти препараты не являются наркотиками. По своему составу они не относятся к наркотикам, они относятся к сильно действующим препаратам, которые подлежит отдавать в руки покупателей, потребителей только по рецепту, потому что они предназначены для лечения хронических заболеваний. Они никакого отношения к наркоманам изначально не имели. Эти заболевания, которые абсолютно имеют место быть, они законные, у нас есть такие больные, и эти препараты как раз и признаны для того, чтобы помочь данным больным купировать те или иные симптомы. Но из-за чего их сейчас называют наркотиками? Из-за того, что, к сожалению, к ним идет привыкание очень быстро, и похоже это на привыкание к наркотикам. Поэтому в народе и стали их называть аптечные наркотики. Это просто такое название для того, чтобы все поняли, о чем мы говорим. Но без рецептов не имеет. Так вот, такие аптечные наркотики, конечно, они, естественно, не должны вообще попадать в руки людей, которые используют их совершенно не для того, чтобы купировать хроническое свое заболевание, а для того, чтобы получить какое-то, я даже не знаю, как это назвать, сомнительное... Удовольствие. А не удовольствие, а умопомрачение, наверное, помутнение разума. Потому что побочные действия, они абсолютно не понимают о том, что у любого абсолютно лекарства есть побочные действия, тем более у сильно действующего лекарства. У любого сильно действующего лекарства есть сильные побочные действия. И как раз сильные побочные действия проявляются тогда, когда люди принимают не ту дозу терапевтическую, которую приписывают больным людям. Они же увеличивают эту дозу в 2, в 3, в 4, в 5 раз. Вот они-то как раз и попадают на реанимационные койки в наши больницы. Иначе по-другому не скажешь. Вот, например, один только пример приведу. Даже не буду называть этот препарат, но препарат выводится окончательно из организма только через 20 лет. Что можно сказать об этом препарате? Только через 20 лет не останется никакого воспоминания об этом препарате в нашем организме. Можно считать, что это забава, что это какая-то ерунда и так далее? Конечно, нет. Поэтому наш глава – это абсолютно правильная супер-инициатива, которую поддержали все ведомства, начиная с нашего блока социального, скажем так. Потому что не только здравоохранение здесь, мы всем блоком здесь работаем. И образование, и молодежка. Потому что случаев больше стало. Да, и силовики, и так далее. Все эти акции наши направлены на то, чтобы поднять мнение народное против этих торговцев смертью, как их называют тоже в интернете. Тоже согласна громко, но абсолютно правильно. Потому что я, как никто, конечно, знаю о последствиях, что происходит с людьми. После нескольких месяцев даже приема препарата. И, естественно, результаты они есть, потому что некоторые задержаны уже директоры. Некоторые не могут осуществлять сейчас свою преступную деятельность, потому что понимают, что все это сейчас как на ладони видно всем. И все следят за этим. Ну, даже вот и это уже, считаю я, огромное достижение для нашего города, когда все увидели, все поняли. Итак, не за горами праздники. Как известно, это период обострения хронических заболеваний. Кто-то переел, кто-то, как говорится, перегулял. Ощущается в медучреждениях наплыв пациентов в эти дни? Больше это не переедание, а все же перепивание. Если так можно выразиться. Злоупотребление алкоголем это не должно быть, конечно, в принципе. Но, к сожалению, у нас бытует мнение, что культурно пьющие люди – это культурно пьющие люди. А вот недавно я была на Всемирном конгрессе, и там профессор сказал очень громко такую фразу, к которой я должна тоже сама еще привыкнуть, что как раз мы культурно пьющие люди и являемся источником алкоголизма. Поэтому каждый, наверное, для себя должен понять, насколько культурно он пьет. И иногда, может быть, это состояние культурного питья уже близко к понятию бытового пьянства. И именно в таком состоянии начинает проявляться все то нехорошее, что несет в себе алкоголь. И все то действие, которое выражается в увеличении печени, нарушении его функции, в нарушении функции поджелудочной железы. И мы знаем, что это может дойти до панкреонекроза. И такие случаи тоже чаще бывают во время каникул, потому что люди злоупотребляют алкоголем. И, наверное, да, все это сопровождается сердечно-сосудистыми катастрофами гораздо большей степени. Наверное, надо начать все же с этого и понять, до какой степени культурно мы пьем. Судя по вашему призыву, наплыв действительно большой в новогодние праздники. Ну, я не могу сказать, что все же мы являемся абсолютным лидером по пьющим. Нет, надо сказать честно, что наш город не относится к городам сильно пьющим. Год назад, по-моему, проводили рейтинг, публиковало наше Министерство здравоохранения Российской Федерации. И весь наш край является в десятке лучших, наименее пьющих регионов страны. Ну и традиционный вопрос, планы на будущий год. Или озвучите цели, которые необходимо достигнуть сочинскому здравоохранению? Во-первых, у нас есть наши индикаторы и показатели составляют в количестве 77 штук. Это показатели из нашего плана, утвержденного губернатором, постановлением губернатора. Во-вторых, у нас есть наши индикаторы, которые нам утверждает Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство здравоохранения Краснодарского края. Мы обязательно следим за всеми этими показателями, которые составляют три большие группы. Чтобы было вам понятно, я объясню. Первая группа показывает уровень социально-экономического развития самого места, где мы живем, в данном случае города Сучь. И здесь входит в эти понятия и рождаемость, и смертность, и инвалидность, и так далее. Первичный выход на инвалидность, заболеваемость с выходом на больничный лист и прочее, прочее. Затем большая группа показателей говорит о том, насколько экономически выгодно мы работаем, экономически правильно мы работаем. Здесь у нас идут уже чисто экономические показатели. То есть сколько стоит наша помощь в скорой помощи, стационарная на одного человека, жителя нашего города, поликлиническая и так далее. Это показатели, характеризующие работу нашего оборудования. Представьте себе, мы по каждому виду оборудования отчитываемся каждый месяц. И мы точно знаем, где у нас простаивает эндоскоп, и почему он простаивает, и сколько дней. И нас за это ругают, если мы это... или мы ругаем, в свою очередь. И это тоже говорит о том, насколько экономически правильно мы выстроили свою работу. И, наконец, третья группа показателей, которая говорит о нашей социальной развернутости к нашему народу, это количество жалоб, количество обращений, удовлетворенность к качествам оказанной медицинской помощи и так далее. То есть вы понимаете, что у нас очень много показателей, которые характеризуют нашу работу. И мы, в принципе, можем сказать, что из этих показателей у нас не достигнут только один. То есть это очень приличный, хороший уровень. И по всем показателям, которые из этих трех групп, это мы считаем тот рейтинг, который у нас в Краснодарском крае принят, все показатели у нас высокого уровня. У нас даже нет ни одного показателя ниже среднего уровня. То есть работа такая, она очень многогранная, и нельзя сказать о том, что только одно развитие высокотехнологичной помощи даст нам возможность колоссального прорыва вперед и так далее. Абсолютно нет. Все равно должно быть три кита. Три кита – это развитие профилактики, потому что если ты сам для себя, для своего здоровья ничего делать не будешь, уповать на высокотехнологичную помощь, ну это уже самое последнее дело. Второе – это сама высокотехнологичная помощь, потому что на самом деле это реальное выстраивание системы, когда мы можем оказать необыкновенные вообще абсолютно вещи. Но если мы говорим о том, вы же понимаете, что то, что вы снимали, вы видели, что есть чем гордиться. Это точно. Разумеется. И третий кит – это выстраивание самой организации помощи внутри города, когда мы точно знаем, что такое экстренная помощь и как она должна быть оказана, как мы в этой экстренной помощи работаем по маршрутизации, скорая помощь, стационар, приемное отделение, противошоковая палата и так далее. Спасибо огромное за содержательную беседу, Марина Августовна. Успехов вам и, как принято желать медикам, крепкого вам иммунитета от всех невзгод. Будьте здоровы. Спасибо. Напомню, гостем нашей студии сегодня была Марина Вартазарян, начальник управления здравоохранения администрации города Сочи. Будьте в курсе всех событий своего города. Спасибо за внимание и до свидания. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти Рум Далс» – студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...